До войны украинский курорт Затока был одним из самых популярных на Черноморском побережье. Еще несколько недель назад поселок выглядел как пейзаж сооткрытки. Однако 9 мая в результате российского ракетного удара несколько отелей были разрушены. Подобные атаки на объекты гражданской инфраструктуры украинские власти относят к числу военных преступлений, детально документируя их обстоятельства. Вот это вот часть ракеты. По предварительным оценкам специалистов сюда произошло попадание ракеты Х-22 или ее модификации Х-32, масса боевой части которой составляет около тонны взрывчатки. Отсюда такие сильные разрушения. Использование такого оружия против этого объекта абсолютно неоправданно. Российские военные заявляют, что не наносят ударов по гражданским объектам. Однако за последние недели целые города Украины превратились в руины. Никакой стратегической точки нет. Это обычные базы отдыха, которые работают в сезон. То есть летний период. Зимой здесь никого нет. Были туристы всегда. Белорусы сюда приезжали. Полностью наши все. Но как бы у нас не было такого, чтобы, допустим, тут никогда не было ни рашизма, ни фашизма, ничего. А тут на. На этой неделе Совет по правам человека ООН принял Резарюсу, в соответствии с которой для расследования военных преступлений в Украине будет создана специальная комиссия. Субтитры создавал DimaTorzok